Каждый из этих юных казачат глубоко проникся родной казачьей культурой и гордится сильными предками, стремится сохранить и приумножить культуру пращеров. Именно поэтому с удовольствием приняли участие в фестивале казачьей молодежи. Впечатление, так скажем, хорошее. Все проходит на таком нормальном уровне. Мы выступали во всех комплексах, в которых могли, заняли призовые места и в юном атаманце, и в юном берегине. Также казачьим родам нет перевода. Очень интересно было посмотреть на других, посмотреть их творчество и поделиться, конечно же, своим. Казачьи войска всегда, всю свою историю, были одними из лучших по воинскому профессионализму и боевому духу. Возрождение, практически полностью уничтоженного большевиками казачества, идет при поддержке главы государства. Для этого создан специальный совет при президенте по делам казачества. Россия полна талантами. И прежде всего, простите, нашими казачьими талантами. И в этот год, 1025-летие крещения Руси, мы принимаем все меры, чтобы вы достойно сюда приезжали, достойно здесь показывали, на что способен добрый русский казак, на что способно доброе русское казачество, на культуру, на образование, на силу духа, на силу своего тела и, самое главное, на наше единение. Первое место в номинации «Юный атаманец» занял Екатеринбургский казачий корпус. В конкурсе «Казачьему роду нет переводу» победителями стали сибирские казаки из города Омск. Меня почему-то с детства к этому тянет, и я поступил в кадетскую школу. На данный момент я ее заканчиваю, в следующем году, и буду поступать уже дальше в большевоенное учебное заведение. Не знаю, меня к этому тянет, лежит у меня это на душе. Казачку я желаю процветания, чтобы он жил, процветал и дальше развивал свое творчество, культуру, традиции, поддерживал и обычаи, чтобы забирал побольше людей, как в этом году от Камчатки до самого Кубани. Вадим Родин, Анапа-регион.